Через данную точку проведите прямую, которая пересекает две данные непараллельные прямые под одинаковыми углами. Давайте объясним. Вот есть точка. Требуется провести прямую так, чтобы эти два угла были бы равны. Берем бисектрису и из этой точки опускаем на ней эту мутикуляр. Как циркулярной линейкой, если у нас есть угол, а внутри угла точка. Провести прямую, чтобы она образовала бы равнобедренный треугольник, на основании которого лежит наша данная точка. Давайте я объясню, что здесь дамон, а что нужно нарисовать. Вот эта прямая дана нарисована, это тоже нарисовано, и эта точка нарисована. А вы должны нарисовать вот эту мутикулярную прямую. Это взять бисектрису угла. Это называется бисектрису угла. Бисектриса. Да. Да. И надо ходить так, чтобы кто-то не поднялся. Отлично. Вы абсолютно правильно сказали. Только теперь построение состоит из двух кусочков. Во-первых, как нарисовать бисектрису угла. Мы это, конечно, учили, но на всякий случай давайте вспомним. Как нарисовать бисектрису данного угла. Циркулярной линейки. Вот у вас есть какой-то угол, вы должны суметь выделить его огромную палатуру. Как это делается? Угол нарисованы. Можно нарисовать случайно огромность вокруг вершины угла. С центром вершины угла. Нарисовали огромность. Дальше. Я вот эти булочки. Да. Опять рисуем огромности. Сначала с центром вершины в той точке бисектриса. Молодец. Главное, чтобы одинаковых радиус. Правильно? Да. И то же самое делать с этой точкой. Ну, не так просто нарисовать. Красиво. Но идею все поняли. Все поняли, да? Получается? Да. Все отлично. Спасибо. Бисектрису вы нарисовали. Половину работы сделали. Теперь смотрите, что у нас есть. У нас все-таки пока еще этой прямой нет. Этого зря… Вот. А у нас есть уже вот эта. Да. Бисектрису нарисовали. Как теперь из данной точки опустить перпендикулярно на бисектрису? Берите две произвольные точки. Прямая дана, точка дана. Мы должны нарисовать окружность с центром напрямой от круга и другую окружность тоже с центром напрямой. После чего здесь проходим, поскольку возникает здесь что? Дельтуит. Дельтуит. Здесь возникает дельтуит. Вот этот треугольчик конкурентит этому по трем сторонам. Так, давайте я все-таки покажу, как это будет на этой картине. Здесь прямая. На нее надо опустить перпендикулярно. Мы с вами ставим произвольную точку, рисуем окружность. Мы с вами ставим в другом месте произвольную точку и здесь рисуем окружность. Соответственно, работаем через эти две точки прибора, и у нас с вами получится перпендикулярно. Если точно случайно попадет на бисектрису, на самом деле это тоже ущелье, каким образом строить перпендикулярно, если точно лежит на этой картине. Окружность. Давайте вспоминать. Ты знаешь, я понимаю. Как построить перпендикулярный ремонт? Специально на этой точке. Да. Диагон. Построение номер 1. Дальше. 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 Открытие. Дальше. Открытие. А зачем? Вы нарисовали прямую углу, конечно, но совсем в другом месте, где вам нужно было. Вот смотрите, вы действительно за три взмаха сумели построить прямую углу. Но просили вот такой прямую углу, а вы построили там прямую углу. Это не то, что думает. Нет, ребята, на самом деле это хорошая вещь. Действительно, как только у вас есть конкурсность и точка на ней, действительно у нас сразу возникает… Нам тут нужно вот так вспоминать, перечитывать свои тетради. У нас еще была такая идея. У любого прямоугольника есть центр. Открытие. Окружность. Нарисовала. От этих точек рисуем окружность, но они должны пересекаться и не пересекаться между собой и не пересекаться с этой точкой. Нарисовали, дальше. Ну, вряд ли вы добьетесь, чтобы они все три прошли через одну точку. Давайте я пытаюсь нарисовать вашу картинку на более понятном области. Итак, вы взяли окружность из полного центра, да? Вот через эту точку мы можем пройти подобный патикуляр. Вы взяли окружность с центра в этой точке. Замечательно. После этого вставите ножку терпорой сюда. Да? Вам не обязательно принимать произвольный радиус. Вы вполне могли взять вот такие вот радиусы. Могли? Так, я немножко криво рисую, но это не черно. Так, нарисовали одну. Потом наоборот поставили ножку в циркуле сюда и нарисовали здесь. Так? Интикулярно. Почему? Потому что вот этот отрезок равен этому, значит треугольник равновесный. Замечательно. Значит, здесь тоже треугольник равновесный. А в равновесном треугольнике высота и деганах, которые мы проведем на этаж. Отлично. Давайте теперь поймем, сколько у вас построений. Одно построение. Второе построение. Третье построение. И четырех построений. Отлично. Вот это на самом деле действительно из школьного учебника ровно так обычно мы с вами учили более разумное построение, которое всего лишь за три взмаха. Вспомните, пожалуйста, как оно было устроено. Можно было обойтись тремя построениями. В общем, заметьте, пожалуйста, третье построение – это уже наш перпендикуляр. Так же, как здесь и четвертое построение, а можно было, что третье построение, прямая дана, точка дана – это будет третье. Надо еще понять, какие две линии. Проведя какие две линии вы можете добиться, чтобы у вас третье линии был бы ярким. Если взять любую окружность и провести у нее два диаметра, то возникает фигура, которая называется как? Прямую. Прямую. Прошу вас. Я ставлю вот так, чтобы проводим одну одну. Как это? А с каким центром? С... 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 С центром в произвольном месте. Провели иначе. Иначе привести прямую очередь, находящуюся человеку. Вот это точно иначе. Смотрите, вы нарисовали настолько и точно эту окружность, что когда вы ее проведете, будет некрасиво. Что реально от вас требуется? Нарисовать окружность чуть более красиво. Сможете? Да, даже не нужно думать о центре, а просто постарайтесь нарисовать эту окружность, красивую. Ну, гораздо лучше, чем было. Теперь ставим центр, да. И проводку не получились. Да, что ж ты делаешь так? Что ж ты делаешь так? Что ж ты делаешь? Если у тебя этот проект будет прямоугольник, только что нарисовали, она пройдет. Это прямоугольник. То есть, это мы рисовать не будем. И это мы рисовать не будем. Но про себя мы понимаем, что он здесь видит. Давайте вот это зачеркну. И вот это зачеркну. Это нам не надо. Это рисовать не надо. А надо следующее. Вот это построение номер один. Произвольный округ, входящий через нашу точку перескальщика. Где-то еще другой. А вот это что? Это построение номер два. Это построение номер два. Спасибо большое за проект. Господа, пожалуйста, нарисуйте это себе в текаре. Произвольное округлость. И после этого рисуем кусочек прямоугольника. А именно вторую линию проводим, это диаметр. Диаметр это любая прямая, проходящая через центр круга. И возникает сразу третья линия. Это вот прям педикулярность.